Первая экскурсия по неведомому пространству. Актёры театра «Параллельный мир» осваивают свой новый дом. После долгих скитаний по клубам и театрам, где они были желанными, любимыми, но всё-таки гостями, у них наконец-то появилось своё место. Теперь они не гости, а те, кто приглашают гостей. Здесь будет танц-класс, здесь будут ребята заниматься танцем, хореографией. Родители тоже здесь будут заниматься хореографией. Хотя было и по-другому. Сначала репетировали в Тюзи. Нам не нужно было никуда ездить. Мы могли после репетиции пойти в репзале, поработать с репетишками и потом вечером снова идти на репетицию. Потом переехали во дворец творчества. Сначала там во дворце творчества ребята, персонал, который там работает, нас встретили очень настороженно. То есть как бы немножко так отстранённо, настороженно. И вот потом только своим трудом ребята, когда сыграли спектакль, тогда нас там приняли. Затем были крохотное помещение «Планеты друзей» и гостеприимный, но холодный ДК «Железнодорожник». Там нас очень хорошо встретили, тепло. И аудиторию большую дали. И сцена, когда вам нужна, пожалуйста. Но родителям очень далеко было ездить туда, потому что, во-первых, детки все ослабленные. Это стоять зимой на остановках. Многие едут с нефтяников, с левого берега. Вот. То есть им было очень сложно. И когда нас пригласил к себе Станислав Маркович Тубков в театр «Кукол», конечно, для нас это был праздник. Мы актёры, мы цыгане. Для нас особо такой проблемы нет, перемены помещения. Ребята, когда из ТЮЗы переехали во дворец пионеров, вначале даже отказывались работать на этой сцене. То есть они вставали и говорили «нет». Много ролей с тех пор утекло. Период категорического «нет» – это самое начало. То время, когда ребятам было сложно самостоятельно ориентироваться в пространстве. Они вообще плохо понимали, что происходит. Для них это был стресс. Любой стресс, он идёт на развитие, потому что заставляет работать. То есть сознание заставляет работать, и ребята начинают осваивать новое пространство. Привет! Ну что, Женька, как ты? Да. Я г-хой. Герой? Я г-хой. Роль хочешь? Проект Ларисы Чичко выиграл президентский грант. И вот 30 января 2018 года откроется областной общественно-культурный центр «Территория равных возможностей» на Гагарина-20. И это как полёт в космос, как исполнение заветной мечты. Или как результат долгого-долгого пути, который проделали режиссёры и руководители театра «Параллельный мир» Лариса и Олег Чичко. Это помещение для центра, куда могут люди с особенностями развития и без таковых, в возрасте от 5+, 7+, 14+, 18+, могут приходить и заниматься именно искусством, творчеством. То есть это ИЗО, ДПИ, музыка, хореография, театр. То есть всё, что как бы связано с искусством. Каждый этаж – это такая тоже мобильная платформа, которая будет трансформироваться в зависимости от того, какое занятие и какое наполнение, какие студии будут. Конечно, первый, второй, третий этаж будут именно под эти занятия подстраиваться. Сегодня с утра, как сказала мама, с утра Вероника нарисовала новый рисунок и назвала его «Дорога в театр». Вот, пожалуйста, вот она дорога, вот тупичок, где мы сейчас находимся. Вероника – актриса театра «Параллельный мир». Её рисунки легли в основу спектакля «Ангелы живут среди нас». Теперь Вероника может учиться рисованию в том же пространстве, где будут проходить её театральные репетиции. И наверху у нас будет и танц-зал. После того, как пройдут занятия танцами, хореографией, это ещё будет и зал для рисования. Если там будут взрослые или дети. Если, допустим, две категории работают взрослые и дети, значит, одни внизу рисуют, другие вверху рисуют. Фотостудия будет трансформироваться. На третьем этаже это больше такой будет, как конференц-зал, больше видеозал, потому что у театра-студии «Параллельный мир» есть свой фильм, который они показывают и транслируют. И различные ролики, смысловые нагрузки такие, у них тоже это всё есть. Поэтому каждое пространство у нас чётко, чтобы только для этого, нет, не будет. В Центре творчества не будет деления на больных и здоровых. Все вместе. Это началось со спектакля «Ангелы живут среди нас», в котором участвовали не только основные актёры театра «Параллельный мир», но и приглашённые. Это оказался нужный для всех опыт. И тогда особенные артисты продолжили запараллеливать вселенные, выиграв грант на постановку комедии «Дель арты» «Служанка-интриганка». Нету? Она мягкая. Они разные могут быть. Пошли сюда. Пошли сюда. Ну, 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 Валентина, ну! Стоп. И медленных нет. Это сложно сделать спектакли вместе с актёрами Тюза. Не из-за того, что они разные. Ребята относятся очень, как бы, боятся навредить. Я имею в виду актёров Тюза, профессиональных актёров. Они боятся навредить и боятся сделать что-то не так. А наши ребята читают этот страх и тоже находятся в таком состоянии «Хорошо, не навреди мне, мы с тобой согласны, не навреди». И вот в таком состоянии ожидания они ещё находятся. И нужно просто расшевелить, чтобы всё двинулось дальше, покатилось, чтобы они уже перестали бояться друг друга и жили откровенно, открыто. Мы надеемся, что это случится. Сейчас идёт такая притирка. А кто сказал, что будет легко? Параллельно с репетициями спектакля нужно готовить центр к открытию, привыкнуть самим, помочь новичкам, привлечь желающих. Мы говорим об инклюзии, да, мы говорим о том, что мы деток и взрослых с УВЗ мы включаем в нашу жизнь. Неправда. Это не так. Инклюзия – это у нас. Это мы включаемся в их жизнь в первую очередь. У нас есть руки-ноги, у нас есть силы, у нас есть ум. Но почему бы вот нашими вот этими всеми способностями не поделиться и не помочь? И главный слоган нашего вообще, нашей территории равных возможностей центра – это «Я могу». И это не только они могут, они могут всё, им просто нужна небольшая помощь, наша помощь. И вот я могу оказать эту помощь в рамках этого центра, в рамках выездных добровольческих акций областных, которые мы проводим. Но это важно. К нам обращаются многие и говорят, примите нас в свою студию. А мы уже просто физически не вмещаем всех желающих. И поэтому у нас будет деление, у нас будет младшая группа, у нас будет старшая группа. У нас просто не привыкли работать с такими ребятами. И у нас же сейчас не только ребята с синдромом Дауна приходят на занятия, у нас разные ребятишки. Абсолютно разные приходят. И мы расширяемся как раз за счёт того, что о нас узнали родители других детей. Есть хорошая фраза «Круги по воде». Вот камешек упал, камни – это наши спектакли. Камешки падают в воду, и от этого идут круги, а нас многие люди узнают и к нам приходят. Все дети одинаковые, все дети нам родные. И не имеет значения, как они развиваются. Но в данный момент наш центр просто будет показывать, как можно с этими детьми работать, как они открытые. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Было же очень много моментов, когда хотелось просто всё это оставить. Когда опускались руки, когда была жуткая депрессия, и нужно было снова вставать, поднимать голову и идти дальше. Вот, пожалуй, и весь секрет успешного продвижения – вперёд и вверх, вопреки всему. Тогда сбываются мечты. Адина Таль, это режиссёр из Израиля, она сказала, нужно мечтать, но не лёжа на диване, а нужно делать шаги и идти к своей мечте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова